Питание школьников под пристальным вниманием. С началом учебного года проверять столовые и комбинаты питания стали чаще. Продукты проходят многоступенчатую систему контроля. В качестве товара заинтересованы и сами производители. Недобросовестные посылщики могут потерять не только деньги, но и репутацию. Ксения Ануфрева продолжит. Сосиски, колбаса, сыры, все тоже подписано. То есть это все выходит уже в школу. На складах комбината питания полки не ломятся, товару не дают залежаться. Овощи хранятся не больше недели, молочные продукты отправляют по школам ежедневно. Этот комбинат питания в Калининском районе кормит детей из 61 школы. Только картошки здесь чистят больше тонны в день. Бывает 200 пакетов по 4 килограмма. Это 800. И плюс еще бочевик. Вот они стоят на верхней руке, на школьную. Ну то на 200 где-то. А это любимая еда школьников. Булочки, слойки, ватрушки. Первую партию с добы готовят ночью, чтобы успеть к завтраку. Объемы огромные и контроль качества соответствующий. Сегодня ветеринарные инспекторы берут на анализ сосиски, колбасу и масло. В серийной пакетской области, на всякий случай, у меня было микробиологии. Поставщиков выбирает сам комбинат питания. Местные производители в приоритете – картошка, капуста, колбасы, молоко. Все свое. Выращено и сделано в Новосибирской области. У нас, как и в ларах прописано, что раз в месяц у нас производители предоставляют нам анализы. А мы эти анализы в рамках программы производственного контроля, которая есть у нас на комбинате питания, можем проверить. То есть сами ставьте эти анализы, что по сути мы и делаем. На обед у нас суп куриный с клетками, гречка, азу. А еще три вида горячего, два салатов и, конечно, компот. В лицее номер 12 готовят сами, позволяют площади. Детям предлагают только правильное питание. Чтобы ели полезное, повара иногда хитрят. Сначала добавили брусничного, а с брусничным не стали есть. Все, горчит. Ну так дети сказали, горько. Добавили малиновое варенье, дети все съели геркуресовую кашу. Требования к поставщикам жесткие. Если продукты некачественные, договор расторгнут. Недобросовестные производители рискуют деньгами и репутацией. Если продукция будет некачественная, то вся экспертиза будет происходить за счет поставщика. Это раз. Во-вторых, мгновенно будет расторгнут контракт, увеличились огромные штрафные станции. Если поставщик будет поставить некачественный товар, это очень сильно ударит как его по репутации, так и рублем. Помогает контролировать качество и безналичная система оплаты. На комбинате питания в режиме реального времени можно увидеть, каких продуктов в школе не хватает, а каких с избытком. Значит, товар приедет вовремя и испортиться не успеет. В следующем году такой системой оборудуют все школы города. Ксения Ануфриева и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.